доброе утро всем хорошей недели урок который у нас уже не был две недели урока мы были праздники урок недели глава харей благословен наступающий месяц я и это канун рожходы шья это шаббат будет 29 нисана и следующий день будет рожходы шья канун рожходы шья мая был сказан 1951 году искал йонатан завтра уходишь и ты будешь замечен потому что будет отмечено твое место это сказал йонтан цель царя шауля сказал давиду что его отсутствие на трапезе у шауля будет замечено шаулем и это может привести к негативным последствиям это дружба которую которая была между йонатом йонатом и давидом и йонтан его предупреждает что могут как бы что шауль заметит отсутствие давида и это может быть даже опасно для жизни давида это автора который читает эруф расходишь на кануне расходишь смысл в том что слава йонатан до йонатана довиду были сказаны канун рожходишь на эруф расходишь на кануне расходишь и поэтому сказано завтра расходишь надо понять на первый взгляд какая связь с этим какая какая параллель эруф расходишь с этой авторой только только два слова только то что завтра расходишь и все сама текста авторы как связан с с идеей расходишь непонятно по идее автора относится к недельной главе который мы читаем а здесь вообще даже речь идет совершенно другому речь не идет о понедельную главу а речь идет именно про то что завтра расходишь также в шаббас ханука который попадает на канун рушходишь мы читаем автору ронево симхи радусе веселись но потому что окончание чтения оно относится к хануки освящение жертву освящению минор освящению храма извините почему у нас каждый шаббас который попадает канун рушходишь мы читаем именно эту автору что завтра ходишь и вот эта история про йонтан давидов который по идее никак не связано никак не связано с чтением самый текстом недель главы потому что каждый шаббас который и руководишь разные недельные главы автора всегда одна получается что если это автора так поставлена что она попадает независимо от недельной главы торы попадает если это канун рушходишь а всегда читать эту автору начнись какая-то особая сила что она отодвигает на второй план почтение авторика так или иначе связанные с недельной главой надо понять чем идея надо понять тоже в чем о чем это вообще автора йонтан говорит давиду янтан говорит ему что что он предупреждает об опасности которые его может подстерегать от шауля и и и янтан давид считал что царь шауль хочет его убить и и он сообщает давиду что шауль очень зол и и шауль хочет как бы ему беды а и и он говорит что мы с тобой друзья мы с тобой преданные друзья не смотря то что я сын шауля я твой преданный друг разобрать чем суть в чем суть этой темы для того чтобы понять надо прочитать что написано выше чем когда говорится про маши написано он будет судить народ не потому что он будет своим глазами и не потому что будет слышать ушами будет делать утверждение она будет чувствовать запахом страха всевышнего и это истинный запах который определяет чистоту и не чистоту правоту нету правоту скальнаши мудреши что маши будет призывать праведников к раскаянии и объясняется что есть маши хи два две особенности первое по поводу самой суть маши их говорится о том что что он будет нюхать страхом всевышнего можно так сказать и это некая функция работы маши их а и второе что он будет призывать праведников к раскаянию и это две связанные вещи во всенобоге разбирали май морем предыдущий которые объясняли что такое призывать праведников к раскаянию праведники их как бы их раскаяние это некая работа другими людьми это их увеличение их служение по отношению к тому что они делали и когда через промошеха что он не будет судить исходя из того что он видит потому что человек когда видит он видит открытые вещи и те причины часто человек когда что-то видит то это может привести его и судит по делать выводы на основании того что он видит то это может привести к неправильным выводом как написано что не судить человека пока не станет не станешь на его место то есть истинное понимание может произойти только тогда когда когда ты познаешь суть этого вопроса встав на место того человека с которым совершился тот поступок который ты хочешь судить когда ты видишь своими глазами ты видишь внешнюю оболочку ты не видишь суть поэтому нельзя судить на основе того что ты видишь как мы видим как мы находим рабе йохан бензакай несмотря на то что он что-то видео он всегда говорил что своей скромности я не знаю каким путем меня ведут и как и он хотел добраться до сути до чтобы понять какой-то предмет он должен был добрать до сути и тогда он может быть настоящим судьей и поэтому тот способ дойти до сути как чувствовать истинный запах и это самый верный путь который будет тума шейха потому что запах доходит это проходит сущность души мы уже объясняли что нос это ворота в мозг и даже не просто в носа внутреннюю часть носа в глубину то есть в мозг как объясняется в других местах что что нос достигает уровня жизнь жизненности то есть ну духовном уровне это вообще очень очень высокий духовный уровень сущность души это корень души находится почти в источнике бесконечного света поэтому это чувствование запаха другого человека это осязание на осязание его сути и то что машин будет возвращать шуи праведников уважается в том что он будет видеть суть этих праведников он будет их вызывать будет призывать к раскаянию даже праведников потому что их открытые силы не то что они вне как не внешне выглядят не всегда отражает их суть потому что внешние силы могут были очень хорошие прекрасные если не праведники но может быть сути есть какие-то клепот какая-то нечистота и поэтому у праведников тоже есть потребность в каком-то раскаянии понятно где-то понять что конечно 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 в общем о правильниках речь идет о правильников которые внешне выглядит как правильник открытые как внешне которые люди выглядят как правильники это не отражает их суть поэтому у них тоже должна быть шва то что машин придет и будет призывать правильников чурия то есть ко всем правильникам даже как правильникам которые с точки зрения души они являются правильниками тоже нужно чувак тоже нужно раскаяния как мы находим маша рабейна что прежде чем он ушел из этого мира он он дошел до уровня раскаяния даже маша рабейна потому что ему светил свет маши их а понятно что маша рабейн был праведник своей сути и не дай бог надо сказать что его суть имела какие-то клепот какие-то нечистые уровни это нельзя ни в коем случае такой статьи у этого не было и он его душа суть его души корень души был в больших уровнях непонятно что значит шува на уровне маша рабейна как объясняется выше это не удовлетворенность своим предыдущим состоянием и вот это не удовлетворенность своим предыдущим состоянием это доступно тоже правильником что его сущность души она как бы связана с сущности всевышнего и прикреплена к и как написано вы прикреплены к всевышнему богу вашему живые все сегодня стоите это известная фраза то есть сущность источник бесконечного света он бесконечно высок бесконечно удален от нас и нашу шувату стремление к его подъему к нему она постоянно какой бы мы ступени не ходили не находились мы имеем всегда возможность подняться на более высокую ступень есть поле для чувы непонятно все-таки что это будет перед приходом вашиха то что означает приход на шивку если праведники нуждаются в человек по идее тоже как и другие люди каждый день то что произойдет что уникальное произойдет праведником по приходе машинка известно что работа беру рим нова через исправление очищение своей души и очищение исправление мира она в целом идет слева направо то есть то есть очистить очистить справить все нежелательные вещи с левой стороны то есть точки зрения строгости и присоедините к правую часть милосердия есть в этом два вида это подавить свое плохое начало то есть подавить свое клепотка своей инкстинкции свои желания неправильно второе перевернуть тьму в свет и это два раза то есть одно подавить второе перевернуть у каждого из этих путей есть свое место как происходит подавление когда хорошее одевается в плохое и воюет с плохим и это работа среднего человека это качество каждого человека его работа ну это война внутри себя война хорошего с плохим как написано и воевал человек с ним с это яков с ангелом эйсов и посредством этой войны плохое аннулируется останется одно 60 или 2000 или еще одно десятитысячный и преимущество работы в том что посредством этой работы плохое который человек он тоже познает что такое хорошо и понимает что надо быть хорошим и она соглашается быть хорошим но несмотря на это в этом есть недостаток потому что плохое не переворачиваться хорошие не становится хорошим она просто аннулируется потому что и более того она аннулируется но она остается как она была то есть она не не производит никакого эффекта она не подавляя она не исчезает полностью она просто подавляется и для того чтобы для того чтобы исправить по-настоящему плохое и переработать его нужно чтобы хорошее дело с плохое для этого нужно то чтобы то что хочет тот хорошее должно одеться в то что она хочет переработать хочет переработать плохое на должны есть плохое и поэтому она а когда хорошие одевается плохое она ослабевает это плохое и она убирает как бы из плохого его суть это подобно тому когда мы хотим горькую воду сделать сладкой то мы добавляем туда много сладкой воды и в этом случае мы понимаем что плохая вода никуда и горькая вода никуда не девается не переворачивается хорошей воде она остается в той же функции горькой которая была только она ее как бы эта горечь подавляется большим количеством сладкой воды и также и и горькая вода в том объеме в котором она есть ослабевает сладкой сладкий вкус этой сладкой воды насколько она может и сладкая вода она не такая сладкая как было до того как ее смешали с горькой водой потому что там сладкой воде появился элемент горькой работа перевернуть плохой хорошего стоит том что когда увеличивается когда добавляется много высокого света то плохой переворачивается хорошим не предыдущем случае когда подавляется это горькая вода уменьшается ее влияние а именно когда от вас и большого воздействия высшего света плохое именно переворачивается хорошим чем преимущество этого что плохой именно с хорошим становится хорошим не аннулируется под большим воздействием хорошего именно становится хорошим и она никак не ослабевает это хорошая хорошая становится слабее от того что она связана так или с этим плохим плохой становится тоже хороший и хороший не одевается плохой чтобы перевернуть а плохое само по себе переворачивались хорошему от изобилия высшего света в этом тоже есть недостаток потому что плохое оно становится непознанным она из-за того что он первое ставится хорошему под воздействием это высшего света то плохое не аннулируется не проводится то работа над ошибками плохого не происходит как бы переработка этого плохого она не аннулируется потому что и плохого она просто переворачивается как бы сама сама по себе под воздействием этого большого яркого свет сейчас мы все это объяснить например когда есть суд в котором есть прокурор и адвокат и влияние прокурора может быть аннулируем двумя путями первое посредством доводов адвоката то есть когда адвокат приводит доводы такие что которые влияют не только на суде у иного и на прокурора то есть он доказывает что его подзащитный прав и это убеждает аннулирует по сути всю логику прокурора и прокурор его доводы аннулируется понятно что то чтобы это прокурор не является с не переворачиваться в то чтобы стать защитной речи для для этого обвиняемого человека но под воздействием доводов адвоката доводы прокурора они не выглядят как обвинительные и более того если до общения с прокурором доводы адвоката были стопроцентны то мнение прокурора она чуть-чуть делает общие доводы адвоката слабыми чуть-чуть более слабыми чем они были до этого потому что прокурор тоже приводил свои доводы и как бы несмотря на то что адвокат полностью доказывает невиновно своего подзащитного доводы прокурора есть маленькая ложка дегтя в этом большом объеме меда а есть более высокий другой способ как аннулировать мнение прокурора когда поступает свет царя когда царь входят в здание суда то прокуроры и адвокаты они полностью аннулируется и прокурор может говорить защитные речи для этого обвиняемого то есть царь входя и обозначая как бы свою позицию по отношению к этому обвиняемому меняет полностью взгляды прокурора прокурор становится адвокатом он говорит хорошие вещи про подзащитного то есть автоматический обвинительный уклон прокурора исчезает с появлением царя он безусловно остался прокурора и он как бы у него есть обвинительные претензии к обвиняемым но под воздействием царя будет другие вещи то есть он не сделал свою работу как бы он не разубедился в виновности обвиняемого но под от входа царя в зал он говорит противоположные вещи есть другой вид переворачивания в котором есть два достоинства когда плохой полностью переворачивается хорошим своей суть плохого переворачивается хорошим не только внешние проявления этого плохого когда плохое само по себе чувствуется знают что на плохое и ему горько от его статуса и положения и она переворачивается само от плохого хорошим и эта идея это происходит когда открывается сущностное как бы то что скрыто было то есть это не от не свет от это не открытие как бы не то что засветил высокий свет например как вошел царь потому что это это не открытый свет это не естественный свет это всего лишь от свет а когда открывается суть источника бесконечного света когда то что всегда было скрыто она начинает открываться то есть нет не то что царь зашел открывается суть царя это другой совершенно статус как написано в главе бешалах когда они пришли после раскрытия красного моря в мороз и не могли пить воду потому что в этой море потому что были горькие показал всевышний дерево и бросили веточки дерева в в эту воду и вода стала не горькой а сладкой и это веточка в ней есть два идеи два два смысла как объясняет зоор что дерево сцесис торе как написано 9 древо жизни тех кто для нее держится а минераш говорит что что дерево это что это некий средство как как какой-то эликсир что это некая как не некая ну как сказать противоядие что ли то что переворачивать горькую воду в сладкую это во мнение они отражают два то что мы говорили два вида переворота первый когда плохой переворачивался хорошему что плохая вода не аннулировалась то что добавили много хорошей воды то есть не дошли до сути этой горькой воды просто ее это это посредством того чтобы бросили веточку произошло переворот это горькой воды и она стала сладкой но в этом перевороте горькой сладкой 222 два разных позиции золо говорит что это той секторе то есть то есть произошло открытие света торы который переворачивался горькой сладкой они даже говорит что что сама ветка она тоже горькая она она не сладко не не ветка бросили сладко и она делала горькой воду сладко перевернула сладко а то что бросили ветку она раскрыла понимание горькой воды что она горькая и поэтому она перевернулась горькой в сладко это именно произошло посредством ашрабейну этом всевышний показал эту ветку что надо послать его бросил в колодец то есть сама горькая не может понять что она горькая нужно открыть и сверху нужно высший свет который позволит горьком понять что она горького горькая это не открытие света а это именно действие указывает а не просто засветить светом а именно указать горького что она горько горькая то тогда саму горькой выходит своего статуса и переворачивается в сладкое то есть как это происходит это не просто открытие света и увеличение света это раскрытие сути суть этой воды и в горечь переворот ее осознание своей горечь переворот в сладости подобно этому есть такое же понимание в работе человека написано жив всевышний бог израиля я стою перед ним то есть это речь идет о душе который находится наверху который осознает божественность и стоит любовь и страха перед всевышним и ничего не знает кроме бога когда она спускается вниз одевается в тело и в тело и душу животные души то можно сказать что и она одевается в человеческий разум чтобы осознавать понимать материальные вещи и более более того и ниже чем это последствием спускания души в тело происходит скрытие души в двух позициях первое что тело скрывает свет души а второе что саму по себе скрытие сама скрытие сам а сама душа скрывается и тело скрывает душу это то что есть в темноте есть есть отсутствие света а есть тьма как некое некое творение самостоятельно то есть есть тьма как самостоятельный продукт творения есть отсутствие света есть тьма как продукт творения мы говорим что отсутствие света можно обсуждать тогда когда есть сам свет его убирают его нет то убирают свет это только показывает слабость света возможности удалить и не то что тело тело прячет душу тело есть самостоятельный продукт творения который ассоциируется в этом смысле с темнотой тело было как мы знаем сотворено до души сначала человек всевышний сделал тело потом вдохнули души и корень тела он не из уровня света и он из уровня из категории тьма который выше чем и это самостоятельное творение самостоятельное творение тьмы ты интересный момент потому что всегда предполагал что тьма отсутствие света здесь требует понятие что тьма является самостоятельным продуктом творения и как бы есть тьма когда убирает свет есть тьма когда есть сотворенная тьма которая как бы в корне как бы не дает этому свету существовать таким образом мы говорим что два вида тьмы которые есть в работе человека подавить плохое начало и перевернуть плохое начало хорошим сужение по подавлению своего плохого начала это работа согласно логике и смыслу процессом того что человек задумывается читает книги читает хассийские книги он влияет на свое плохое начало и она подавляется под воздействием хорошего работы перевернуть плохое хорошему стоит в том что он не хочет входить в эти все обсуждения и доводы как сказал предыдущий любавичский рэби от первой любавичский рэби я не хочу ни в кого виде быть отделена божественности то есть согласно тех сил которые даются сверху они они входят через логику через те силы которым дала его первой любавичский рэби позволяет мне входить дискуссии своим плохим началом и есть еще более высокий способ перевернуть плохого хорошего это раскрытие сущностного скрытия что это значит когда я могу просто представить на такой простой довод если все сотворено богом и тоже плохое является продуктом творения всевышнего и мы говорим о том что всевышний во его основа только хорошие то мы понимаем что если мы дойдем до сути этого плохого то есть мы уберем это внешнюю оболочку если мы мы не будем разбирать это плохое мы дойдем до сути что плохой поймет что на плохое мы раскроем корень то мы доберемся до очень высокого духовного уровня и это раскрытие она выше чем любое наше понимание у нас нет никакого не понимание не осознавания даже не ощущение не чувство как это может быть мы это не мы это не можем понять не не облекающим светом не наполняющим светом мы это не можем постичь это только является продуктом того что наша душа связана в сущности сущности источник бесконечного света и она способна дойти она связана с этим сущностным скрытием то есть что такое источник бесконечного света света скрыт от нас и мы его не видим никакого никакого его проявления то что является источник натворения это является не источник бесконечного света это его от света это его это лучи которые не идут напрямую от источника бесконечного света они возникают только когда этот источник бесконечного света скрывается тогда возможно какой-то луч света потому что нет никакой кратности между энергией этого луча и энергии источника бесконечного света это лучше ничто по сравнению с источником поэтому он может существовать только когда когда источник этот скрыт, поэтому, когда наша душа связана с источником бесконечного света, и эта связь не связана с светом наполняющим, не светом облекающим, и когда происходит раскрытие сути души, корни души, то тогда само плохое, понимая, что оно плохое, переворачивается в хорошее, в том числе осознавая свою плохость, то есть, несмотря на то, что даже не понимая плохое, не понимая божественность, не понимая какие-то понятия святости, оно ощущает, что плохое удаляет его от Всевышнего Бога. И он даже не понимает, от чего оно плохое и горькое, несмотря на то, оно ощущает, что оно плохое и горькое. и это потому, что это трогает его душу, и он от этого чувствует эту горечь. И он понимает, что он не может дальше жить с таким плохим, имеет такое плохое. И такой переворот, такое служение может быть только, когда открывается сущностное скрытие, то есть светит источник бесконечного света. и это произойдет тогда, когда тело само, как тьма, творение, самостоятельное творение тьмы переворачивается к свету. И это не от того, что светит свет в это тело и делает его светом. нет. Светит суть источника бесконечного света, и оно раскрывает, как бы дает телу понимание его тьмы и переворачивает его в свет. И тьма, как продукт творения Всевышнего, переворачивается в свет. И поэтому мы говорим, что праведник, что Машеих приведет к раскаянию праведников, и в этом есть уникальный факт времени Машеиха, что плохое перевернется, что все, ну, плохое, можно сказать, тоже, естественно, перевернется к хорошему, именно по своей сути. И в этом есть преимущество Машеиха по отношению к раскрытию Красного моря. По раскрытию Красного моря был переворот тьмы в свет, тьмы в свет, и тьма сама засветила, как объясняется. Было облако и тьма, и светила всю ночь. Несмотря на это, это было только открытие света, как написано, открылся им царь царей Всевышний, как написано, я не ангел, я вывел из Египта, я никто другой, и это открытие света, который осветил тьму, в будущем будет другое, будет ночь, как день засветит. То есть мы понимаем, что ночь – это тьма, несмотря на это, она будет светить, как день. Потому что будет открытие истинного света, это скрытого света из источника бесконечного света, и в этом будет преимущество того времени, как говорит Машиих. При открытии Красного моря такого не было. Это было только открытие тьмы под воздействием света. И это то, что называется… в этом будет уникальность, то, что Машиих приведет к раскаянию праведников. То есть когда праведник служит Всевышним с любовью, с наслаждением, это есть некое наслаждение, у праведника есть свое «я», которое наслаждается и любит Всевышнего. Это некий элемент своей гордыни, свое «я». А при приходе Машииха придет к ним понятие «чувы», что праведник будет чувствовать, что у него есть его элемент гордыни в его служении. Но ощущение своего «я», не хочу использовать слово гордыни, ощущение своего «я». Он будет стараться выйти из этого своего «я» и отодвинуть свое «я» и засветить истинный свет Всевышнего. Как мы говорили выше, мы понимаем, что… вернемся к тому, с чем мы начали, что сказал Йонатан, завтра расходишь. Завтра расходишь – это появление новой Луны, которые связаны с понятием «открытие будущего времени», появление чего-то нового. Когда мы говорим «благословение на Луну», на новую Луну, мы говорим, что будет свет Луны, как свет Солнца, как свет семи дней творения, как было до того, как Луна стала маленькой. Мы знаем, что Луна была изначально такого же размера, как Солнце, и она жаловалась, что она такого же размера, как Солнце, и Всевышний сделал ее маленькой. И в будущее время Луна вернется к тому размеру, которая изначально была сотворена. То, что сказано, завтра расходишь, то есть, как написано, сегодня ты работаешь, а завтра получишь награду. То есть, сейчас – это наше время, это кануна расходишь, и все завтра – это время прихода Машииха, и когда мы углубляемся в те подробности, он сказал Йонатан Довиду, он сказал, что убегай и спасайся, и тебе послал Всевышний, и он говорит, что то, что иди, он сказал, это некая работа, очищение, исправление, которое должен был противец Давид. И поэтому тебя послал Всевышний, чтобы ты сделал ту работу, которая нужна для исправления этого мира. И для этой работы у тебя есть сила, которую ты дал Всевышний, и ты посланник Всевышнему для выполнения этой работы. И Йонатан остается у Шауля для того, чтобы сделать ту святую работу, чтобы выполнить то очищение мира, которое связано с ним, находящимся рядом с своим отцом-царем. Мы знаем, что есть три заповеди, которые были даны евреям при входе земли Израиля. Поставьте царя и уничтожьте потомков Амалека и построите храм. Шауль выполнил первую заповедь, то есть он был поставлен царем. Он был первым царем в Израиле. Если бы он полностью уничтожил потомков Амалека, то тоже был построен храм. Из-за того, что он не уничтожил потомков Амалека, он воевал с Агагом, но пожалел его и не убил его, и таким образом не был уничтожен Амалека. Соответственно, на этом его работа в этом мире закончена, я не сделал то, что нужно было. И. 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 как бы идея того, что мы говорим, что завтра, завтра новый месяц, это открытие чего-то нового. это время Машиха, сегодня в день накануне этого, сегодня день подготовки, это наше время. и. 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 мы находимся буквально перед приходом Машиха. тьма не просто заглушится, она будет светить, как день, как мы говорили. не то, что свет солнца подавит тьму ночи, а именно ночь будет светить, как день. И написано, и поцеловал, они огнялись, и Йонатан, и Давид, и плакали они и друг с другом. И мы знаем, что Йонатан, сын Шауля, это идея осознания, понимания. И. И. Довид, это тот, ассоциируется с понятием Тора, и Чувы, и Битуля. И. И. Довид, это как следующий уровень работы, который связан с понятием Машиих, потому что Машиих потомок царя Давида. это шува, свет Торы, который приводит, и заповеди, которые приводят к исправлению и изменению этого мира, чтобы он стал миром, где тьма будет светить, как день. Такой Маймор. Немножко, ну, я вот так скомканно немножко рассказал. Его стоит прочитать еще раз, может быть, если будет желание. Но мы понимаем, что почему читает перед каждым Рошходишем этот отрывок из пророков, рассказывающих про историю Йонатана и Давида. Потому что есть важнейший смысл в понимании «Завтра Рошходиш», как некий новый статус мира, который находится перед нами, который в наших руках. Всем хорошей недели и хорошего лета. Поехали. Спасибо.